Всем привет, с вами Тед, и, собственно, раз вы сюда нажали, то вы знаете, что мы сегодня смотрим Смоклим новичок выйти в мастер-лигу за неделю, да? Это часть, получается, моей серии двух прошлых видосов, можете посмотреть В первом мы, получается, с Каем проводили открытый урок Рассказывали, показывали, собственно, что он будет тренировать в ближайшую неделю Во втором я сам показал И вот сегодня выходит третий, да, то есть где мы разбираем, смог ли он за неделю Почему за три дня? Потому что, на самом деле-то, естественно, мы это записывали неделю назад Просто я все это выпустил буквально в последние дни И я думал с этим роликом еще подождать, но вот я его выпускаю сейчас Смог ли он выйти в мастер-лигу? На этот вопрос вы узнаете ответ прямо сейчас А вот почему он смог это сделать или не смог, вы узнаете в течение всего ролика, где мы будем разбирать его реплеи Вот, с вами Тет, игрок-мастер лиги на данный момент, в прошлом гранд-мастер лиги Вот у нас набор 10 реплеев Кая И смотрим его результаты за неделю Всего игр 107 107 игр за неделю Но при этом Один день он играл с ботами То есть только один день он играл так, как я ему изначально сказал, что нужно с ботом идеально отточить билды Вот То есть он в принципе поиграл денек с ботами Считает, что справился и играл 6 дней Получается он играл 107 игр Это 17 игр в день 17-18 игр в день в среднем Вот Запоминайте эти числа, они нам будут нужны Сейчас все запишу Вот То есть По винрейту 56% То есть все отлично, он идет вверх Можно было больше То есть можно было больше, даже для новичка можно иметь больше винрейт Соответственно нужно понять, почему именно 56% у нас Вот И посмотреть, посмотреть его статистику ЗВЗ у него 52% ЗВП 57% ЗВТ 57% То есть он против Зерга плохо играет 12 пулом С плетками Против Протса, против Терана с переменным успехом На самом деле буквально поднять ЗВЗ еще и было бы уже вообще неплохо Вот Нафармленный ММР 292 То есть в целом он поднял 300 ММРа за 107 игр За 6 дней То есть 300 делим на 6 Получаем 50 ММРа в день В среднем по 50 ММРа в день он продвигается И до мастер лиги То есть 4400 Ему остается буквально вот Минус 2750 Ему остается 1650 ММРа Вот такая тема 1650 ММРа Сейчас разница То есть если мы это поделим по 50 То есть вот с текущим темпом Как он сейчас идет Если он продолжит каждый день играть Ему понадобится 33 дня Чтобы выйти в мастер лигу То есть он Грубо говоря через месяц Вот с текущим темпом Выйдет в мастер лигу Вот Давайте перейдем к его реплеям И потом подумаем Мог ли он это сделать быстрее Как я говорил В течение буквально Плюс-минус недельки То есть я думал Что он за неделю На самом деле Сможет выйти в алмаз Вот Давайте посмотрим Почему нет Сразу вот просто Тупо без Даже еще Просмотра реплея Я уже могу сказать В чем проблема Смотрите То есть мы берем К примеру Если вы посмотрите Мой видос Там как он всегда В предложках Там во всех этих внизу В описаниях В комменте Где я играл Я 5 игр сыграл За 25 минут То есть в среднем С поиском игры Плюс-минус 5 минут Уходит на игру То есть Здесь на 2 игры Ушло 45 минут То есть он уже 30 Да 35 минут На 2 То есть он уже Не совсем Воспользовался Грамотно Моим советом Которым я ему говорил Что твоя игра Должна максимум Занимать 10 минут То есть ты должен Сделать Идеально прийти Проатаковать Атакой Которая у тебя Запланирована При этом тратить ресурсы Если ты в какой-то момент Решаешь Я не буду атаковать То ты делаешь 51 рабочего И с 51 рабочего Начинаешь клепать Рачей Равагеров Королев Лингов Все И потом делаешь Еще одну атаку На 10 минуте То есть это максимум Чтобы тренировать Нужные способности Вижу Одну игру 6 минут Одну игру 3 минуты победа Все понятно Одну игру 5 минут Одну 7 То есть половину игр Он играл Более-менее успешно Половину игр нет Давайте посмотрим Почему нет Вот Давайте посмотрим Почему нет То есть Насколько Именно было Следование Не следование Советам И прочему Вот Вот это Интересно Будет Посмотреть По каким Причинам Собственно Так Такое Происходит Ой Донатик Спасибо Восторг Неописуемый Так же И в жизни Как в игре Все просто Но никто Ничего Не хочет Видеть Добра На днях Плюс А ну Я к могу Добра Спасибо СТСТ Вот так вот Попалось Короче У нас Прямо На записи Это записи Если что Не стрим Прилетел Донейшн Спасибо СТ Причем Донейшн Получается С видоса Какого-то К сожалению Не знаю С какого Но тогда Верно Он говорит Что Мало Кто Хочет Видеть Или Точно Следовать Давайте Посмотрим Насколько Точно Ну Уже Уже Не точно Посмотрите Идет 18 Хата То есть Я там В одном Реплей Объяснял Я прям Во время Игры Говорил Смотри Запомни Если что 16 Хата Но Там В игре Я сделал 17 У меня Привычка Делать 17 То есть У него Один Реплей Был С 17 Хатой Это Возможно Как раз Против Протоса А возможно Против Терна Но Не с 18 То есть Ни Одного Реплея Нет С 18 Хатой То есть Уже Неправильно Уже Рана Газ Пул Нормально Смотрим Собираем Ресурсы Переводим Рабочих Собираем Собак Возможно Этот Реплей Кстати Смотрели Уже Это Наверное Один Из Тех Да Где он Тут Неправильно Протакует Ладно С этим Реплеем Мы все Уже Посмотрели То есть Видим Пока что Отсутствие Билда И вот Сейчас По хронологии От 1 До 10 Идем То есть Это Нам Поможет Собственно Как раз Таки Понять Тенденцию Этот Реплей Он Чуть Чуть Старее Получается Его Я Уже Разобрал Показал Следующее Должно Быть Новее Насколько Я Понимаю Спрашивает Расу Сразу Против Расы Против Рандома Я Тоже Объяснял Если У нас Набор Из этих Трех Билдов Тренируется То есть Что Мы Не Можем Сыграть Против Рандома Против Рандома Не Можешь Сыграть Только Один Билд Мы Не Можем Сыграть Только Двенадцатый Пул Потому что Плетки Ты не поставишь У Терана И Протса Поэтому На двенадцатый Пул Бесполезен С плетками Именно Остальные Билды Овер Вовремя Прилетает То есть Ты овера Просто Отправляешь Всегда В стенку Если Это Зерк Играешь Как Против Протса Если Это Теран Играешь Как Против Терана Вот и Все Здесь Какой-то Газ Пул Опять же Неправильный Видим Сразу Посмотрите В чем Идея Сыграть Три дня Против Ботов Мы сейчас В течение Того Видео Где-то Остановимся И проведем Анализ Математический Именно Того Что Я Предлагал И что Здесь Происходит Именно Насколько Мое Решение Эффективней Да Посмотрите Видите Газ Идет Если Тренируемся С Ботом И Просто Оттачиваем Такого Не происходит То есть Мы Тупо Себе В пустоте Не думая О том Каких Юнитов Строить Не думая О том Что Делает Наш Соперник Мы Просто Развиваемся Вот Поехал Хату Строить Как я Говорил Хата Не обязательно Она Помогает Но Ее Нужно Ставить Вот Здесь Ее Не Нужно Третьей То Что Ее Здесь Могут Прогнать Но Тоже Неплохо Еще Наглее То есть Здесь Пока Ему Позволяют На Третьей Базе Ставить Эту Хату Ее Фишка Чтобы Она Стояла На самом деле Где-то Тут Вот Даже Просто По Одной Простой Причине Ее Здесь Могут Увидеть И Начать Готовиться А Так К этому Сильно Не Подготовишься 30 Рабочих Чуть-чуть поздно Атакуем Уже 5-10 Да То есть Там Атака В 4-45 Плюс-минус Здесь Уже 5-15 Опоздали На 30 Секунд Ресурсы Копятся Война Строится Хорошо Все Начинается Начинается Война А Клик Все Проиграли Да И все И берем И выходим То есть Здесь Билд Кривой Не помню Сколько там Лимитов Там Должно было Быть Побольше Лимитов Дотекание Получше То есть Ну Видно Ресурсы Скоплены 600 Ресурсов Значит Что-то Не так Ресурсы Не должны Быть Скоплены Смотрим Против Тоса И Опять же Там То есть Вот эта Игра Мы пришли Нам не нужно 13 минут Эту Игру Играть Не Получилось На 5 Взяли Попробовали Снова Следующий Потому что Следующие 7 минут Он тренировал Уже Не то Что нужно Смотрим Знаете Опять 18 Хата Очень Ранний Газ Очень Поздний Пул Все Приехали Пробочки Вот Это Атака Пробками Не Среагировали Как бы Чем Дальше Все Закончится У нас Остается Одна Пробка Все Вот Сразу Надо Я даже Не хочу Смотреть Чем Все Закончится Смотрите Что Мы Здесь Анализируем Правильно Я Хочу Вас Научиться Анализировать Не Нужно Смотреть Что Потом Происходит Уже Произошла Фигня Которое Не должно Происходить То есть Это Все Нужно Уже Сразу На Корню Просекать То есть Не Среагировал Проатаковать Пробку Раньше Чем Она Все Начинаем По Новой Опять Рандом Но Опять же Процесс Нам Рандом Не Мешает Я Не Вижу Ни Разу Смотрите Ни Разу Мы Не Заметили 16 Хаты Ни Разу Пока Что Не Было Пул Буквально В одной Игре Вовремя Стал То есть Пока Что Не Было Ни Одного Ровного Билда Вот Что Делать В такой Ситуации Все Очень Просто Если Пул Вовремя Ставится Уже Собаки Начинают Выбегать Мы Сюда Просто Отправляем Собачек Отменяем Эту Хату Либо Не Реагируем И Не Отменяем Ее Даже Мы Не Успели Среагировать Ставим Нужно Продолжать Играть Свой План Просто Нужно План Играть Ровно То есть Ставить Шестнадцатую Хату Как бы Это Нормально У него Есть Реакция Сейчас Врачи Будет С прокси Хатой То есть У него Даже Есть Реакция На Это Хорошо То есть Есть Правильная Реакция На Фотон Идея В том Что Нам Не Нужны Правильные Реакции На Фотон Мы Должны Выигрывать Вот Прошлые Три Игры Мы Должны Были Выиграть Правильной Ровной Атакой То есть Вот Это Мы Могли Проиграть То есть Мы Не Знаем Как Действовать Чизом И Поэтому Это Нормально Проиграть Идея В том Что Ну Вот Смотрите Сейчас Были Две Нормальные Игры Где Можно Было Сыграть Хорошо Два Чиза Допустим Что Даже Можно Рашу Рабочих Проиграть То есть Ты с этим Не встречался Особо Проиграл Рашу Рабочим Пока Что Ну Типа Здесь Должно Было Быть Уже 2 2 Счет Опять 18 Хат То есть Ни разу Пока Не было Правильного Билда Что Мне Говорит О том Что Кай Как Минем Не Сравнивал С Повторами Внимательно Где То Возможно Прослушал Потому Что Я Точно Упоминал Там Про 16 Перевод Рабочих Третья Все Красиво Ну То есть В остальном Все нормально Инъекции 2 То есть Я Несколько Раз Там Обязательно Несколько Раз Упоминал Крип Всегда Начинаем С крипа То есть Что Такое Крип Это К моменту Когда Ты Идешь Пушить Это Уже Сюда Крип Кидается У тебя Вот Эту Часть А Это Половина Карты До Середины Карты Юниты Доходят Быстрее Чем Надо То есть Выигрываются Секунды И Видим 27 Рабочих 30 То есть Их не хватало Чуть-чуть Вроде Уже Нормально 30 Рабочих Идут Тараканы 4 Тараканчика Должно Быть Ну да Ладно И все И пошли Пошли Ресурсы Копиться То есть Вот Смотрим Давайте Посмотрим Почему Давайте Вот Это Разберем Почему Копятся Ресурсы Первые Две Инъекции Идут Вот Они Доходят Чем Мы Сейчас Заняты То есть Зачем Нам Играть Вот Эту Сю Тему С Ботом Чтобы Нас Вот Этот Рипер Который Тут Летает Вот Он Чтобы Он Нас Не Отвлекал И Мы Сосредоточились На Каких Действиях На Том Что Так Вот Сейчас Инъекция Заканчивается Нужно Поражать Еще Инъекции И вы Просто Механически Руками Руками Запоминаете Что Вы Начали Игру У вас Уже На Подсознании Есть Что Вот В 3.15 Вы Будете Делать Еще Один Раунд Инъекции То есть Это Тупо На Подсознании Может Работать В этом Не надо Вспоминать И Все Оверлорды Заказаны Вот Инъекции То есть Инъекции Были Пропущены По 10 Энергии Накопили Квены А 10 Энергии Это Половина От Инъекции То есть Наполовину Мы Пропустили Здесь Сейчас Спасает Его То Что Он Физически Еще Может Тратить Рез И Пара Личинок Есть Спасает Что Он Крип Не Сделал То есть Есть Запасные Личинки Смотрим Дальше Что Идет Чек Я тоже Говорил Скажу Здесь Ралли Пойнты То есть Есть Контрольная Группа С нее Ставится Вот Сюда Ралли Пойнты Ну Я объяснял Как я Делаю Да Вот Эти Инъекции Как Что Делаем И Что Нужно Тренировать Против Бота Нужно Тренировать Смотреть Сюда И при Этом Делать До Заказы То есть Вот Это Самое Эффективное И Здесь Опять Видим Подкоплено 600 Ресурсов 5 Нетыкнутые Инъекции При Этом Приходит Он Более Менее За счет Карты Из Посмотрим Просто Вот Ради Интереса Ради Интереса Я Прямо Сейчас Не буду Даже Это Монтировать Просто Вживую Вам Расскажу Челлендж Открытый Урок Во сколько Должна Быть Атака Во сколько Я Показывал Как Минимум Атаку Чтобы Сравнить С Реплеем Который Я Дал Соответственно Каю Что У нас Там Получается То Есть У нас Получается Что Я Атакую На Пятой Минуте У нас Три Равагера И у нас Лимит 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 75 Запомните 75 Лимит Все Супер Только Он Не Атакует То Есть В Остальном Как Норм У У меня Здесь Еще Фишка В том Что 75 Есть Плюс Минус Похоже Получилось Смотрим На Атаку А где Атака Нету Атаки То Есть Опять Же Билд Видите Не Не Сделан То Есть Цель Была Атаковать На Пятой Минуте Как Мы Атакуем Вот Это Все На Пятой Минуте И Почему Именно На Пятой Посмотрите Здесь Не Достроен Старпорт Здесь Мало Юнитов И Вообще Как бы Все Окей Вот То есть Если мы Возьмем И на Пятой Минуте Атакуем Мы Подходим И Нажимаем В него Эти Прибайлов Танк Все И он Умирает И больше Танков Нету И дальше И дальше Идут Только До Заказа Вот Так То есть Все Роллипоинтами Все До Заказа И Это Пробивается То есть Здесь Это Пробито Не Было И Это Опять Поражение За 12 Минут Да Давайте Посмотрим Почему Почему Поражение За 12 Минут С С Большего Я Понимаю Потому Что Не Был Атаки На Пятой Минут Что Весьма Тоже Понятно То есть Вот Для Этого Именно Нужны Игры С Ботом Изначально Да Потому Что Суть В том Что Мы Учимся Примерно Одному И тому Мы Учимся Не Пропускать Инъекции Заказывать Юнитов И Дозаказывать Когда У нас Здесь Идет Бой То Есть Ролли Пойнт Это Я Все Говорил Если Не Говорил Обязательно Напишите В Коммент Потому Что Мне Просто Интересно Может Я Просто Не До Упомянул Пару Вещей Нам Ну Те Кто Смотрели Полностью Открытый Урок Напишите Вот И Все И Делать За Пять Минут Ровно Постоянно Здесь Нам Никто Тоже Не мешал Но Появлялся Рипер Да И Вот Если У нас Механически Все Точно Правильно И Мы Пятой Минуте Уже Привыкли Все Действия Делать Тогда Рипер Нам Не Помеха Если Мы Не Уверены В Билде Мы Его Не Наиграли То Этот Рипер Он Будет Сбивать Нам И Вот Вся Разница Посмотрите Вся Разница В том Что Здесь Сейчас Уже Два Танка Понимаете 40 секунд Назад Был Один Танк Вот Смотрим На Нападение И Вот Второй Танк Вот Пять Минут Назад Смотрите Разница Если Мы Нападаем Сейчас Против Нас 6 10 Мариков И Танк Вот Сейчас 10 Мариков И Танк Супер Идеально Вот Прямо Сейчас Напасть К нам Смотрим Сколько К нам Присоединилось С этой Минуты 6 Лингов Ну Еще Один Таракан И Еще 10 Лингов Все Что К нам Присоединилось Это 10-15 Лингов И Один Таракан А здесь Танк И Мариков Уже 20 Вот и все Вот и все Проблемы Идея Всегда Билда Понимаете Когда Часто Новички Пишут Я играю Твой Билд Он Не Работает Надо Понимать Что Билд Это Не Просто То Что Ты Пришел Тараканами Чтобы Построить Таракан Нужно Построить Роуч Варен Это Не Билд А Из Такого То Открытия Поставить По Такому Таймингу Такую То Технологию С Таким То Количеством Рабочих То С Экономикой Которая Нам Позволяет Делать Определенное Количество Юнитов С Таким Количеством Производящих Заданий В данном Случае Бас И Все Это К Определенному Моменту Должно Появиться И Все Эти Моменты Они Просто Ну Физически Уже Забиты В игру Балансом То Что Вот Физически Там К пятой Минуте Будет Один Танк Если Будет Меньше Мариков Будет Два Танка Но Тогда Будет Мариков Вообще Ноль То Если Мы Быстрый Танк Открыли Вот Все Вот Это Забито Но На Шестой Уже Минуте Когда Идет Вторая Атака Уже Производство Начинает Работать Уже Работают Либераторы Уже Работают Все Здания И Юнит Остануется Очень Много И Мы Уже Проигрываем По Экономике То Наша Идея Взять Вот Этих Тридц Рабочих У нас Появляется Окно Оно Начинается В 4.45 Заканчивается В 5.15 То есть 30 секунд Окошко Когда Наша Экономика Вот Вот Это Быстрые Тридц Рабочих Когда Они Еще Работают В целом Инъекции Нормально Дальше Либератор Тут Все Понятно Пытаемся Добивать Нанесли Урон Попытка Еще Раз Добить Если Пытаемся Добивать То Нужно Типа Заканчивать Все Вот Здесь Как бы Не Получилось Ну Еще Раз Попытаемся У Либератора Можно Сбивать Байлами Тоже Очень Удобно То Идея Вот Не Накопиться Больше А Всегда Напасть Вовремя Вот Это Самое Главное Очень Часто Тебе Лучше Напасть Меньшим Количеством Войск Но Чуть Пораньше Вот Это Вообще 30 Минут Ну Как я Говорю Типа Есть Варик Всегда Продолжать После Атаки Ну Я Даже Сторонник Того Чтобы Просто Сразу Желевать То Есть Тупо Оттачивать Билды Вот Тут Должна Быть Атака На Пятой Минуте Если Ты На Пятой Минуте Напал И Прям Разнес Базу Да То Что Чел Я Не Знаю 10 Бункеров Поставил Ты Понимаешь Окей Он На Одной Сидит Тогда Ладно Тогда Можно Типа Продолжить Подождать Пока Он Оттуда Спустится По Итогу Но Напал Если Ни Рыба Ни Мясо Атака Была Тогда Просто Следующую Начинаем Что Тут По Открытию Кстати Опять 18 Или Уже Нормальная Опять 18 Не 17 Уже Чуть Получше Пул Поздно Поздно Выезжаем Третью Ставить Вот эти Все действия Поехать Ставить Третью Тут Крип Кстати Да То есть Те Наверное Были Чуть До Первого Анализа Тут Он Посмотрел Первый Анализ И Уже Немножко Правильнее Делает Вот Уже Нормально Знаете 30 Робов На 20 На Третьей Минуте Уже Есть То есть Ну Все Как Надо Прям Симпатично Так Смотрим 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 Против Однобазового Терана Вовремя Приходит Супплай Блоки Правда Да Ну Вот То есть Что в этой игре Повлияло Супплай Блок Да Однобазовый Теран Пришел Вовремя Идеально Вот Если Сейчас Прямо Взять Напасть Да Возьмем Давай Пятая минута Три Равагера Куча Рингов Вот Если Сейчас Напасть Семьюдесятю Лимита А не 1200 Минералов Запасе Да 70 Лимита Три Равагера Все Это Победа Да То есть Это игра На 5 Минут А не На 30 Это игра На 5 Минут Опять Вот И тут Победа Давайте Посмотрим ЗВЗ Вот Напоминаю Всем Ребят Кто Сейчас Смотрит Если Вам В целом Нравится Эта Серия Поддерживайте Ее Лайки Комменты Просмотры Все Вот Это То есть И любая Другая Серия Я Опираюсь Именно На Эти Показатели То есть Если Вы Зерги Новички Обязательно Делитесь Друзьями Там Где-нибудь Поясните Еще Что-нибудь Такое Вот Если Видосик Набирает Если Он Работает Значит Это Интересно Так Побежали Смотрим Вот Ну Сразу Видим Мелочи Мелочи Какие Нужно Ставить Подальше Эти Плетки То есть Расстояние От Рабочих До Плеток Должно Быть Максимальное Потому Что Ты Будешь Выигрывать Или Проигрывать Именно На Коконами То есть Если Отсюда Сейчас Вылазят Собаки Они Должны Вылазить Соответственно И Вот Этот Бой Никогда Нельзя Вступать То есть Ну Я Делал Анализ В чем Суть Мы Здесь Проигрываем Даже Рабочим Нас Меньше Даже Собаками Ну Там Плюс Минус Ну Ему Конечно Стоило Пару Собак Сначала Построить Наша Цель Подальше Поставить Плетки И Защищать То есть Когда Он Начинает Нападать На Нас Мы Убегаем Вот Ну Проиграл Просто Все Сработал Чист Вот Ошибки Да То есть Вот Эти Плетки Должны Быть Подальше От Базы Вот И Рабочими Мы Не Деремся Это Я Тоже Упоминал В Серии В Уроке Именно Что Рабочие Не Должны Драться Должны Вступать В Баталию Только Если Ты Прям Видишь Тебя Намного Больше Тут Визуально Были Равные Условия И Ну В равных Условиях Часто Тебя Выграют Именно Рабочие Вот Так Теран Победа 14 Правда Минут Газ Опять Ошибки Ошибки Да То есть Опять Жагат Да Сейчас Он Не Даст Поставить Базу И Все Вот Все Отсюда Можно Заново Начинать Почему Потому У нас Ерунда Уже Получилась Ну Если Совсем Грубо Говоря То есть Когда Я Тренирую Такую Штуку На Ладере А не С Ботом Изначально То На Таких Моментах Я Выхожу Уже Тут Уже Начались Два Газа Сейчас Посмотрим Что Получится Лейер Пошел Нидус Видим Уже Что Не Билд Играет Он Уже Играет Другую Тему Опять же Неэффективную Тему Ну Смотрите Кай при этом При этом Он научился Маситься Получше То есть То что мы Видели До этого У него Была Такая Тема Он там Сидит На одной Базе Делает Кикник Лингов Потом Муту С одной Базы Потом Когда Нимать Вторую Третью Там Начинается Беготня Здесь Он Хоп Хоп Замасился 50 Рабочих Начинаем Строить Юнитов То есть Единственное Что опять же Бестолково Копятся Ресурсы И для чего Нам нужны Билды Да То есть К вам Сейчас Приходит Соперник В пуш У вас 1200 1200 Это могли Быть юниты Вот и все Вот вы Проигрываете Всегда Должны Быть юниты Два Эволюшена Ну Совсем Какая-то Отсебятина Пошла Грибы Сейчас Будут Нидусы Наверное Ну Вот Вот Видите То есть В этом Фишка Против Этого Терана Можно Делать Что Угодно И В целом Да Прикольно Что-то Поиграть В чем Проблема В том Что Ну Ни Один Нормальный Теран Вам Здесь Ничего Нету И Просто Против Ровного Билда Терана Вы Проиграете Вот и Все Потому Что У вас Нету Структуры Структуры Базы Билда Да То есть Мало Королев Мало Всего Остального Если Структура Есть То есть Если Играть Вот тот Мой Билд Например С тараканами В этот момент Будет Чем Отбиваться От Этого Вот И Поняв Все Эти Вещи Наиграв Энное Количество Игр Можно Уже Начать Вот Выдумывать Такие Вещи И Понимать В какой Момент Нужны Тараканы В какой Момент Нет Вот То есть Ну Это Бесполезная Получается У нас Такая Ерунда Посмотрим Что Дальше Ну Естественно Теран сидит На базах Мы его Закидываем Вот Этими Парнями Из Нидусов И В принципе Он Скорее Сего Поплывет В какой То Момент Вот Но Уже Плохо Да То есть Уже Очень Очень Много Ресурсов Мотолиски Пошли То есть Это Не совсем Старкрафт Тот Который Ждет Кая Если Он Соберется Подниматься Дальше Выше Поэтому Опять же Научиться Играть На Крутом Уровне Сразу Можно Дойти До Таких Ребят Которых Крутой Урой И С ними Тренить Опять же Газ То Есть Уже Все Уже Уже Вот Тут Кай Видно Видно Эволюция То Есть Первые Игры Недостаточно Внимательные Были Именно Эти Билды Но Были Попытки Сделать Похоже Потом Вроде Супер Ровно И тут Опять Поехала Да Третьей Базы Нет Газ До Пула Но Тем не менее Все Неплохо Вот Пробежал Съел Все Супер Да Все Сажали Круто Ну Я говорю Билды Работают Только Их Нужно Делать Ровно То есть Я Пока Что В одной Игре Увидел Ровный Билд Вот В этой Но Не было Атаки То есть Сам По себе Билд До момента Атаки Был Как бы Хорош Если Закрыть Глаза На Открытие Там На Прочем Опять Газ Почему 16 Потому Что Ты Поставишь До Того Как Встанет Этот Пилон И Не Нужно Будет Страдать Ерундой Поздно Пул Приходим Начинаем Грызть Пришли Лим Ф3 30 Вопрос Ну вот Отличный Ответ Да То есть Атака Прошла На 30 Секунд Позже Вот Что мы Имеем Мы Имеем Что Из 10 Игр В целом В одной Только Было Сыграно Правильно И Теперь Давайте Немножко Анализа Анализа Которые Я Выведу На Экран Сюда Буду Дописывать Сколько Могло бы быть Да Сейчас Возьмем Пару Энтеров Так 40 50 60 90 100 115 120 125 125 Минут 125 Минут Это 10 Игр 12 Минут Средняя Продолжительность Игры Да Вот То есть Делаем Делаем 12 Минут Получается 107 Игр Умножаем На 12 Да Вообще 12 5 То есть Общее Затраченное Время 1335 Минут Будем Округлять Это Всего 1335 Минут Ну Мы Вот так Округлим Примерно Так Оно Есть Сколько Могло Быть Мы Возьмем И Это За 6 Дней 6 Дней То есть В среднем День Делить на 6 222 Минут То есть Прям Кай Не врал Я Еще Это Тоже Там Думал Типа Кай Говорил Что он Там По 5 Часов Играет Да Но Как-то Типа Типа Смотрелось Жестковато Да То есть Потому что Мне скидывает Там Ой Сегодня сыграл Там 10 Игр Я думаю Блин 10 Игр Это 30 Минут Почему Соответственно Так Ну вот Мы видим Что средняя Продолжительность Получилась 222 Минуты Там Там же Там Видно Оно Сразу Печатается Да Все Печатается 222 Минуты Вот Если Мы возьмем И 222 Минуты Поделим На Мое Среднее Время То есть На 5 Это Сколько У нас Было Игр В день 222 На 12 5 То есть Было Плюс Минус 17 Игр В день Да Забыл 107 Разделить На 6 Да 17 Игр В день Плюс Минус 17 Игр В день То есть Какой-то День Больше Какой-то Меньше У нас Игр В день Вот Если Мы возьмем И Все Его Время Поделим На 5 То есть Мое Среднее Было Было 44 Игры В день 44 Игры В день Вот С таким Женат То есть Показателем Вот Если Причем Что самое Интересное Если Идти По моей Схеме И Семи Дней Три Дня С Ботами Сыграть И Сделать Идеально Билд Ровно Отточить За Три Дня И Поиграть Потом Четыре Дня То есть Мы Четыре Умножаем На Четыре Потом Мы Получаем 176 Если Три Дня Поиграть С Ботами Равно 176 Игр За Четыре Дня Останется Причем Ну вот Эти три Дня С ботами Не обязательно Играть Все три Часа Да То есть Можно За час Фокусированной Практики Отточить Этот Скилл 176 Игр За Четыре Дня То есть Уже Больше Игр Получится Если Взять Что Билды Реально Легкие И за Один День Все Отточить До Идеала То есть Мы Добавляем Еще Плюс 88 Берем 264 Игры Максимум Один День С ботом Равно 264 Игры Да Вот И тут Опять же Можно Конечно Нужно Почитать Два Варианта Первый Вариант Что Реально Вы Отточите Все Хорошо И У вас Винрейт Будет Больше 56% Просто Благодаря Тому Что Будете Делать Ровно Билд Не Пытаться Делать Билд Во Время Игры А Делать Билд Ровно И Выигрывать В Игре Две Разные Вещи Кай Билд 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 Игры Рекомендую Сосредоотачиваться На Игре А Научиться Делать Билд До Этого Вот Вся Разница И тогда Это Эффективнее Получится Если Мы Сыграем 264 Игры С Винрейтом К примеру 56% То Это Получится 264 56% 116 Как это Посчитать Минус 116 148 Побед Да 116 Поражений Минус Так То есть Разница Будет В 32 Игры 32 Игры 32 Игры Равняется Плюс Сколько На 20 ММР Примерно 640 ММР Вот Это Если С тем Же Винрейтом Играть Вот Хотя Б По Технологии Играю Ровно Билд И Уже Кай был Б Получается На 3000 ММР ММР То есть В Платине 2 Почти Вот Так Вот Вот Но Если Мы Возьмем Что Винрейт У него Повысится А я Говорю Что В целом Если Новичок Возьмет Мою методику И сыграет Правильно У него Будет 65 Процентов Вот Именно С механикой Кая То есть Он Не Использует Контрольные Группы У него Только На Хат Он Роллипойнты Не Использует Именно С такой Механикой Да 65 Процентов Можно Получить Вот И Получается Сколько У нас Там Идет Вот А Если У вас Механика Трохи Есть Или Какой То Опыт Можно Получить Все 70 80 Процентов Минус 65 Процентов 92 То есть 264 Минус 92 Получается 172 Минус 92 Разница 80 Игр 80 Умножаем На 20 Мэмэмэра 1600 То есть Умняется 640 Мэмэмэр А Если Винрейт 55 Процентов Равняется 1600 Мэмэр Да Итого Смотрите По моей методике 2450 50 Старт Плюс 1600 Мэмэр Получается Получается 4050 Мэмэр Как я и говорил Это Алмаз 1 То есть Реально С Время Затратами Кая Да То есть В среднем 5 часов В день Если По правильной Методике Погонять За Одну Неделю Взять Алмаз 1 То есть Вот он Весьма Грубый И честный Расчет Вот Собственно 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 Можно Подискутировать Тему Тему В комментариях В течении Где-то Недели Плюс Минус Я отвечаю Всем Вот Поэтому Смело Пишите То есть Будет Интересно Ваше Мнение Вот И с вами Был Тед Как всегда Подписочка Лайк Всем до новых Встреч Смотрите Видосы Вот тут Из Предложечки Мнение Мнение Мнение